день с вами художественная школа империя пикчера сегодня покажу вам как нарисовать сундук простым карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылочке в описании вы найдете множество других онлайн-курсов и наше заочное обучение но мы начинаем итак начинаем рисовать сундук с его основного тела а тело у нас сундука как параллелепипед рисуем три вертикальные полосочки две из них расположены выше 1 которая ближе к нам соединяем их сейчас о перспективе я рассказывать вам не буду если вы хотите узнать о перспективе то можете прийти отучиться у нас в первом классе на заочном обучении или пройти пробный период успеть дойти до перспективы и соответственно все про нее узнать также у нас на канале есть обучающее видео по перспективе поэтому если вас эта тема интересует то заходите смотрите так но мы продолжаем мы уже нарисовали крышку сундуку далее по краям рисуем параллельные линии нашему параллелепипеду и получаем уголки то есть сундук у нас такое будет сам темный а обивка вот эти края у него будут светлые такие золотистые но в нашем случае они конечно просто будут светлые по тону далее находим центр и в центре делаем заводить замочную скважину делаем 2 вертикальные линии и дугообразной линии их соединяем так но что в принципе наш сундук практически готов теперь самое время начать его проштриховывать сейчас добавим буквально небольшой еще такую дугообразную линию сверху на крышку и поехали hb карандашом которым изначально рисовали наш сундук мы плотно заштриховываем сундук плотно но бледно сильно не темните здесь направление не так важно наша задача с вами создать подложку и на эту подложку мы уже будем с вами делать детализацию то есть вот плотненько в те по направлению так как вам удобно вы все это проштриховывать и за штриховывать и делайте хороший такой плотный сундучок вертикально под углом теперь внутренние части вот эти прямоугольники они у нас будут темнее поэтому линии мы все сводим вовнутрь то есть делаем плавный переход от линии избавляемся от обводки и затемняем внутреннюю часть сундука то есть вот эти вот прямоугольнички у нас будут потемнее вот таким образом уголки можно даже чуть чуть усилить по тону сделать их прям такие более насыщенные внутреннюю часть сундука мы тоже затемняем не забудьте что там тоже имеется окантовочка такая светлая поэтому и и оставляем а внутри делаем уже такие хорошие темные штрихи это все ей штрихую hb карандашом пока нам достаточно то есть заштриховываем внутреннюю часть сундука делаем ее более темную то же самое мы делаем с левой стороны на сундуке обходим стороной край и здесь где-то вертикально где-то горизонтально где-то от угла мы затемняем левую сторону сундука не трогая края также обходим замочную скважину и на нее не заходим хорошенечко плотненько все это заштриховываем от угла дальше в верхнюю часть прекрасно левую сторону тоже делаем потемнее обратите внимание что левая сторона у меня чуть чуть темнее чем правая подчеркиваем снизу сундук особенно ближний угол к нам здесь уже у нас идет разговор о воздушной перспективе это когда то что к нам ближе мы делаем почетче то что от нас дальше делаем поближе на крышке сундука по такому же принципу мы затемняем внутренние части кусочки то есть оставляем краешек более светлый а внутри делаем потемнее но даже эти светлые части от края все вот эти обводочки мы должны с вами убрать никаких обводок в рисунке не должно быть ну за исключением допустим угла который ближе к нам да здесь мы можем его сделать по контрастнее чтобы он выделился и вышел на передний план за счет чего наш сундук становится более объемный и более реалистичный внутреннюю часть крышки мы тоже затемняем и она там будет темнее чем нижняя потому что в нее свет попадает меньше соответственно по логике она должна быть у нас более темно темный вот так теперь верхнюю часть тоже затемняем вот так хорошо еще одну оставляем перемычку более светлым ну что в принципе наш сундук уже смотрится достойно буквально несколько финальных штрихов выравниваем линии убираем дырочки на тони почищаем фон делаем за бочную скважину отверстие куда вставляется ключик так немножечко добавляем небольшие такие пятна на край для того чтобы они стали похожи на золото прям такие знаете небольшие пятнышки одоблеск еще раз убираю фон вычищая его аккуратненько стряхиваем чтоб ничего не размазать можно попробовать сдуть так но внутреннюю часть все таки хочется мне еще затемнить особенно к внизу чтобы угол еще сильнее вышел вперед так ну в принципе все подписываем нашу работу наш сундук и готова вот такой замечательный сундук у нас сегодня с вами получился но вы если вдруг справились данным заданием обязательно присылайте мне в инстаграм вашу работу империя picture онлайн и на этом прощаюсь с вами до свидания друзья до новых встреч всем пока